Здравствуйте! С вами Наше Время и я Андрей Ивлев. Главное сегодня. Борьба с бешенством или бешеная жестокость? Она просто визжала, она просто не понимала вообще за что, что происходит. Скандал в селе Неженко. Защитники животных обвиняют местных коммунальщиков в зверином убийстве собаки на глазах у прохожих. Лихо и неудачно. Задержанный по подозрению в краже упал с четвертого этажа, убегая из отделения полиции. Бройлерские столкновения. Сотрудники птицефабрики хотят большой зарплаты и выходят на митинги, чем отвечает руководство. Обе стороны конфликта в нашем репортаже. И борьба за место. Никакого предупреждения вообще ничего не было. В Оренбурге остановки общественного транспорта меняют дислокацию, а ларьки остаются. Разрешение есть. Ну а начинаем с Востока области. Сегодня стало известно, что в Орске сразу несколько детей заболели свиным гриппом. Инфекцию зафиксировали и у взрослых. По информации наших орских коллег, пока обнаружено три случая гриппа H1N1. У несовершеннолетних и один у взрослого. Между тем, неспокойная ситуация и в целом по заболеваемости. В минувшую субботу в Орских школах отменили занятия и провели повсеместную санитарную обработку. Среди инфицированных свиным гриппом оказались и воспитанники социально-реабилитационного центра Росток. В региональном управлении Роспотребнадзора советуют не паниковать и в случае недомогания сразу обращаться к врачу. Население нашей области знакомо с этим вирусом. Этот штамм вируса у нас вошел в вакцину трехкомпонентную, которой мы работаем уже с 2010 года. Поэтому наше население знакомо. Ажиотажа здесь никакого нет. Борьба с бешенством или бешеная жестокость. Сегодня в селе Неженко Оренбургского района прямо на глазах у прохожих лопатой забили собаку. По словам очевидцев, эта звериная расправа длилась почти бесконечно. Теперь защитники животных требуют завести уголовное дело. А местные коммунальщики уверяют, собака была бешеная. Правда, отрицают факт расправы о животных-мучениках и озверевших людях. Елена Кузнецова. Что такое нечеловеческая жестокость Марина узнала только сегодня. В 11 утра прямо посреди села на глазах у нее и других прохожих двое местных коммунальщиков забили лопатой бродичую собаку. Здесь церковь рядом находится. Как они могут вообще? Это же живое создание. Она просто визжала, она просто не понимала вообще за что, что происходит. Марину до сих пор трясет. Жестокая охота на дворнягу длилась больше получаса. Девушка как могла пыталась остановить чудовищную вакханалию, но ее не слушали. Я просила их просто, говорю, оставьте мне эту собаку. Я говорю, просто если ей так больно, ее просто приедут, усыпят, чтобы она не мучилась. На что они вообще никак не отреагировали, просто взяли за ноги и поволокли ее. Когда собака затихла, труп волоком затащили в газель сельского ЖКХ и увезли. Марина сделала, что смогла. Запечатлела жестокую расправу на мобильный и вызвала волонтеров. И пены нет, и вешенства нет. И агрессии, заметьте, тоже. Такую любовь к дворнягам в Ниженке разделяют немногие. Рядом дачные массивы и бродящих псов здесь всегда больше, чем в городе. Глава сельсовета Божица. Жестокую расправу он лично не санкционировал. Клянется, устроит разбор полетов и найдет виновного. Но настаивает. С хвостатой популяцией нужно бороться. Не раз обращалась к нам директор школы, лицея. То же самое просит помочь с собаками. Ну что, единственное, что мы можем пройти и прогнать. Не имеем права. Ну или вот забить, да? Ну, забить я не знаю. Это я еще буду разбираться. Я не в курсе этих дел. Я только приехал. А другого пути, других путей я не знаю. Как правильно решить? Впрочем, быстро выясняется, собакой действительно поработал сотрудник ЖКХ. Главный коммунальщик имя своего подчиненного не выдает. И вообще на защиту рабочего встает грудью. Псину, оказывается, никто не убивал. Она самостоятельно и вовремя скончалась. Начинает, например, бегать собака, у которой пидет пена изо рта. И начинает женщина кричать, помогите. Собака бросается. Что я должен делать? То есть собака бешеная? Где тело собаки? Где она? Мы на экспертизу заберем. Ее уже в яму бекера выкинули. Вы врач-ветеринар? Я нет. Вы знаете образование? Нет. Как вы вычислили, что она бешеная? Я не говорю, что она бешеная. Вы сказали только, что она бешеная, что у нее слюни изо рта. Ну, если она бросается на людей. Волонтеры требуют отправить труп собаки на исследование в лабораторию и назвать имя ретивого рабочего. Ведь свидетели уверяют, собаку забили. А жестокое обращение с животными – преступление, прописанное в уголовном кодексе. Но здесь цена собачьей жизни и гроши от назойливых активистов отмахиваются. Мне просто перед совестью, я сейчас, как говорится, нет у меня никаких вопросов. Солидный сельский чиновник проблем не видит, а значит и говорить не о чем. Начальник ЖКХ баррикадируется в служебной машине. Позже и вовсе спасается бегством. Была ли собака опасна для неженки или неженка – место смертельно опасное для всего живого – теперь уже не узнать. Собаку нам отказались отдать, сбежав тем самым. Я считаю, что это подтверждает тот факт, что на собаке мы бы нашли массу повреждений, нанесенных лопатой. Впрочем, волонтеры решили, без боя не сдадутся. За мученическую смерть дворняги кому-то придется отвечать. Елена Кузнецова, Дмитрий Журавлев. Наше время. Мы надеемся, что правоохранительные органы будут считать этот материал Елены Кузнецовой официальным заявлением и обстоятельства гибели животного расследуют. Тем более, что к руководству Неженского ЖКХ уже есть претензии у Министерства сельского хозяйства. Специалисты надзорного ведомства в шоке. Ведь если собака хоть немного походила на бешеную, ей, наоборот, обязаны были сохранить жизнь, отправить на карантин и только после естественной смерти на анализы. Действия сельских коммунальщиков эксперты называют фупиющей неграмотными и просто опасными. Здесь полностью нарушены все правила по ликвидации бешенства именно этого заболевания. Все нарушено, потому что там разрабатываются именно все правила по ликвидации бешенства. А здесь мы даже диагноз не можем поставить. Ни в коем случае убивать животное нельзя. Постановка диагноза только животных, которые сами по себе погибли. Очень плохо устанавливается диагноз, если животное убито и не пало своей смертью. И еще один случай известного обращения с домашним животным в Оренбурге на глазах у детей. Пьяный мужчина убил кота. Как сообщают в полиции, животное он буквально вырвал из рук несовершеннолетних, после чего нанес несколько ударов по голове и туловищу кота. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Живодеру грозит до полугода лишения свободы. Экономика или политика? Чего больше в акциях сотрудников птицефабрики «Уральский бройлер»? В минувшие выходные полсотни человек митинговали на площади перед Домом Советов. Основное требование – повышение заработной платы. Руководство предприятия считает, что такие протесты – это тренировка отдельных лиц перед выборными баталиями. Однако сотрудники заявляют, что им действительно недоплачивают, хотя финансовые возможности есть. Наш корреспондент Юрий Мишенин отправился на предприятие, выслушал обе стороны. Убойный цех на птицефабрике – самый крикливый. Директора Центра птицепрома именно эта структура руководит уральским бройлером. Встречают в штыки. Главная претензия – низкая заработная плата. Зарплата на предприятие делится несправедливо. Мы не просим повышения. Вы делите так, как положено. Почему у нас бригадина, начальники, вышестоящие все получают обалденные деньги? А мы тут что, рабы что ли? То, что расценки растут, директору приходится доказывать с документами в руках. Вот написано, черным по белому. 244 рубля – это больше, чем 218? Ну, а мы-то не ощущаем ваши 244 рубля. Я говорю, это больше, чем 218? Это больше, но это не то, что должно быть. А до конца года заработная плата вырастет еще. Мы в этом году, где-то в среднем по фабрике, на 12-15% у нас будет повышение заработной платы. Поэтому в этом отношении я не пытаюсь что-то здесь слукавить. Но это, опять же, не заслуга собрания и демонстрации. Это плановая работа администрации. На Уральском бройлере два профсоюза, две точки зрения. Одни рабочие митингуют и выставляют революционные требования, типа все разделить поровну, другие ждут улучшения молча. В 2012 году у нас было повышение зарплаты. Ну, естественно, это очень мало. Очень мало. Пока ничего другого не видим. Но ждем, надеемся на лучшее. Руководители птицефабрики не отрицают. Работа трудная, заработная плата невысокая. Но предприятие после реорганизации пытается встать на ноги. Создают новые мощности. Вот цех по выпуску колбасных изделий. Вот четыре новых птичника. Пока загружен один, но вскоре заработают остальные. Продукции станет больше, а значит и заработная плата вырастет. Естественно, в разумных пределах. Если мы в разы увеличим заработную плату, то нам останется жить, ну, может быть, два месяца. Я не думаю, что кто-то из работников хочет именно такого конца. Потому что ввиду нашей специфики у нас 80% работающих – неквалифицированные работники. То есть они себя не смогут найти однозначно. По словам руководителей уральского бройлера, сотрудников, участвовавших в митинге, а это менее 10% всего коллектива, увольнять не станут. Сами бунтари тоже не уйдут. А потому, очевидно, сторонам придется искать компромиссные решения. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Из полиции в больницу. Задержанный по подозрению в краже упал с четвертого этажа, убегая от стражей порядка. Все случилось на улице Полигонной в отделе полиции номер 2. Совершить побег мужчина попытался через окно. Он вылез снаружи и решил спуститься, оперевшись о стены двух зданий. Однако не удержался и сорвался вниз. С переломами ног и позвоночника его доставили в больницу. Добавлю, что по данному факту начальник регионального управления МВД Ефрем Романов назначил служебную проверку. Предстоит выяснить, почему подозреваемый так лихо решил скрыться от сотрудников полиции и были ли нарушения с их стороны. Миллиарды рублей в бюджеты всех уровней. В Министерстве финансов Оренбуржия сегодня подвели итоги работы по налогам и сборам за прошлый год. Глава ведомства Татьяна Машкова отметила, что суммы увеличились. Так, в федеральный бюджет поступило 182 миллиарда рублей, в областной более 65 миллиардов. Основным налогоплательщиком региона по-прежнему остается компания ТНК-БП. Пока для нас ТНК-БП менеджмент, вы о нем спрашивали, остается действительно крупнейшим налогоплательщиком. Я напомню, что по результатам прошлого года их доля в структуре 21,5%. Мы надеемся, что они также останутся стабильными плательщиками. Предполагается, что тот рост, который они дают, а они дают в порядке, в прямых поступлениях 2 миллиардов рублей в плюсе каждый год, они же и останутся. К другим темам остановки исчезли, а пиво осталось. Чтобы отвоевать право на продажу слабого алкоголя, предприниматели отсоединяют свои торговые точки от остановочных павильонов. В итоге магазины остаются на месте, а пассажиры общественного транспорта, напротив, меняют место дислокации. Представители малого бизнеса заявляют, такие меры – их единственный шанс остаться на плаву. Городские власти же называют их противозаконными и грозят судебными тяжбами. О битве за место на остановке. Екатерина Киселева. Остановка «Золотая осень» появилась здесь совершенно неожиданно, пару месяцев назад. С спросом пассажиров она, как видите, не пользуется, да и перевозчики проезжают ее, даже не притормаживая. А вот в 100 метрах от остановки нынешней остановка бывшая. Несмотря на объявления, которыми завешан павильон, пассажиры о новшествах знать не знают. Водители в аналогичном недоумении. «Золотая осень» раздвоилась. Пойди разбери, в чем подвох. У вас вообще никто-нибудь предупреждал об этом? Никакого предупреждения, вообще ничего не было. Отгадка этой загадки прямо перед глазами. Вам кажется, почему так произошло? Ну, из-за вот этого кафе. Это кафе, что здесь. С 1 января соседство с остановкой этому кафе стало крайне невыгодным. Ведь новый закон наложил табу даже на продажу слабоалкогольных напитков в таких вот павильонах. Однако не успели поправки вступить в силу, как «Золотая осень» загадочным образом перекочевала в другое место, а предприниматели продолжили кормить и поить своих клиентов на прежнем. При этом уверяя, что к перемещению лично они рук не прикладывали. Остановку перенесли по согласованию с решением администрации городской и районной в связи со строительством детского парка. Мы к остановке отношения не имеем, поэтому к нам они претензии не предъявляют. Я не знаю, кто там жалуется у вас. Разорвало отношения с остановкой вот этот торговый павильон, что на Родимцево. Прежде они были единым целым, а после Нового года превратились в автономные единицы. Я думаю, что мы магазину мешаем. Такое отделение позволило предпринимателям заполнить витрины самым ходовым товаром – пенным напитком. Причем и здесь, уверяют, разлука с остановкой абсолютно законна. Разрешение есть. Кто выдает такие разрешения, главный архитектор города Сергей Брюнев понятия не имеет. Лично он вынужден был отказать десяткам предпринимателей, которые просили убрать остановку подальше от бойкой торговли. Отказ адекватно восприняли не все. Отделили сам остановочный навес от павильона, тем самым они пытаются пойти на эти ухищрения. Всем им на сегодняшний день направлено уведомление о расторжении договора аренды вообще и о демонтаже всего торгово-остановочного павильона. Естественно, они этого делать не собираются и уже подготовлены иски в суд на демонтаж. Сами предприниматели такую позицию города называют не жесткой, даже жестокой. И говорят, что она попросту сотрет павильон из торговой карты Оренбурга. Есть жизненная необходимость отделения остановки павильона от остановки. То есть это дает право предпринимателям завести в павильон другой ассортимент, который сейчас запрещен. Но торговать запрещенным товаром, всеми правдами и неправдами огибая закон, предпринимателям позволит едва ли. Ведь как бы там ни было, они борются за собственную выручку, а авторы законопроекта за всеобщую трезвость. Екатерина Киселева и Лес Хаяли на наше время. Чтобы Оренбург не поплыл, коммунальщики в срочном порядке освобождают улицы от снега. Работа ведется круглосуточно, особенно активно ночью. Службы ЖКХ торопятся убрать сугробы до весеннего потепления. В Южном округе, к примеру, уже удалось очистить центральные магистрали на 70%. Но если снег вывозят, то лед остается. Скользкие улицы по-прежнему доставляют оренбуржцам немало проблем. В травмпунктах очереди. О том, почему пока не удается победить лед. Екатерина Тихоненко. Вообще идти невозможно. Он пошел раз там, он чуть вообще не разбился. Живой вроде потом. Что не день, то испытания. Оренбуржцам приходится все время быть на чеку. Скользить по тротуарам и не упасть для пожилых людей – уже высший пилотаж. Тем не менее, быть виртуозным на льду удается далеко не всем. Ежедневно из-за гололеда травмы получают около 30 человек. С утра в травмпунктах просто не протолкнуться. Довольно много, потому что сейчас и бабушки зимой идут, и дедушки. Надо просто беречь свое здоровье, которое еще есть у людей. Потому свое здоровье оренбуржцы берегут как могут. Кто-то для равновесия ходит с палками. А некоторые на ботинке клеят специальные пластыри. Сапоги есть разные рекомендации. Накладывают на подошву и не скользило. А по-другому как? Очистить надо и посыпать. Нам хочется, конечно, чтобы наши жильцы все ходили, как говорится, по песочку, без гололеда. Пожалуй, жителям с улицы Плехановой 4А можно позавидовать. У них гололеда практически нет. Коммунальщики убирают уже остатки. Там, где лед побороть невозможно, посыпается песком. Глыбы бывают. Бывает, что с крыши сосульки сбивают. Там такие сосульки, что вот шифер лист на пол листа. Бывает, даже лопату не берет, приходится и руками. Бывает, вручную все кидаем даже. Работать, признаются коммунальщики, приходится много. В день от льда освобождают по 5-6 домов. Мы занимаемся, скажем так, с предприятиями торговли, общественного питания, директорами фирм, чтобы они принимали меры к вывозу снега. И также принимали меры по уборке от гололеда. Но вот свои территории убирают далеко не все. Конечно, чиновники пишут уведомления, но их частенько игнорируют. Потому приходится штрафовать. По закону физическим лицам придется отдать до 1000 рублей, юридическим – до 50 тысяч. Екатерина Тихоненко, Виктор Горшенев, Станислав Доминов. Наше время. Когда военное братство поднимает корпоративный дух. В преддверии Дня защитника Отечества на оренбургских предприятиях проходит вечера мужества. В компании «Оренбург Энерго», к примеру, трудятся 40 человек, которые сражались в горячих точках. В день вывода войск из Афганистана сотрудники почтили память погибших товарищей. И построились на плацу. Репортаж Ольги Патрушевой. Рядовые ефрейтеры-сержанты. 40 работников «Оренбург Энерго» в разные годы воевали в горячих точках. В компании с особым подсчетом относятся к военному прошлому своих сотрудников. Несколько лет существует общественная организация ветеранов «Боевое братство». Возглавляет ее Вячеслав Кузнецов, воевавший в конце 80-х в афганском Паграме. Уже ежегодно мы собираемся. Люди достойные, светлые, как говорится, образец и пример с них можно брать. Ну, всем желаю здоровья, удачи. И чтобы больше они в таких конфликтах не участвовали. Но 15 февраля они вновь взяли в руки оружие. Правда, теперь в мирных целях, чтобы вспомнить прошлое и посоревноваться в меткости. Водитель Сергей Коряев сегодня стоит на страже бесперебойного электроснабжения в Оренбурге. А в конце прошлого века он носил камуфляж, в руках держал боевой автомат. 19-летний мальчишка и парень участвовал в освобождении от боевиков Бодлихского района Дагестана. На его глазах подбивали летящий военный вертолет с боеприпасами и обстреливали армейский лагерь. Энергетик признается, в силу молодости не осознавал, что попал на войну. Вместо плаца – тир, вместо медалей – подарки. Лучших стрелков наградили и отметили. Сотрудники Оренбург Энерго говорят, в такой атмосфере им гораздо комфортнее. Держать в руках дипломы куда спокойнее, чем боевое оружие. Подрождение проводит директор Оренбург Энерго Виктор Федорович Гажев. Ольга Патрушева, Станислав Доминов. Наше время. Оренбургских поклонников древней культуры Египта пригласили на вернисаж. Сегодня в зале «Золотое кольцо» на улице 9 января открылась выставка картин под названием «Все для тебя». Уникальность работы в том, что все они выполнены на полотнах папируса. Это золотистые росписи богов и мифических существ. Богатое собрание из 50 картин не только позволяет прикоснуться к прошлому, но и рассказывает о значении мужских и женских началов египетской мифологии. И, как говорят культурологи, звериный стиль, который можно разглядеть на этих произведениях живописи, не чужд не только североафриканским народам, но и даже нашим предкам. Выставка необычна даже тем, что представлены работы зарубежных египетских художников, художников современных. Наша земля и культура настолько многогранна и богата, что здесь можно даже сопоставлять традиции художественные, художественное наследие культурное, историческое, между двумя цивилизациями. Цивилизацией Египта, цивилизацией скифосарматской. Наше время о спорте. Российско-польское противостояние. Оренбургская надежда готовится к первой встрече одной восьмой финала женской баскетбольной Евролиги. Во вторник желто-бордовые будут принимать на своем паркете польские полковицы. Матч команд пройдет в спортивно-культурном комплексе Оренбуржи. Не пропустить ни одно спортивное событие нам помогает наш обозреватель Сергей Тыщенко. Приглашаем посетить фирменные салоны матрасов «Соня» по адресам Полтавская, 43, Проспект Победы, 125, Туркестанская, 161, рядом с М-Видео. Новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Три игры в активе ноль. Южный Урал возвращается с выездного турны налегке за пять дней. Арчане провели три поединка, во всех трех неизменно терпели неудачу. В среду «Синебелые» уступили «Ижевская и Шталь» 3-4, в пятницу «Нефтекамскому Торосу» 2-4. На конец воскресенья южноуральцы проиграли в Перми местному «Молоту» при Каме 1-2. Потеря очков стоила Арчанам потери позиций в турнирной таблице. В высшей хоккейной лиге Южноурал уже пятый в активе «Синебелых». После 49 матчей 85 баллов лидирует в чемпионате «Сырая Арка», «Рубин» и «Торос». Не порадовали своих фанатов и «Белые тигры» в рамках очередного тура чемпионата молодежной хоккейной лиги. Оренбуржцы накануне принимали на льду «Звездного» Нижнекамский реактор. В двухраундовом противостоянии «Тигры» разжились одним баллом. В первом матче, напомню, гости переиграли оренбуржскую команду в овертайме 4-3. Победа «Реактора» в повторном поединке получилась куда более убедительной. Нижнекамцы выиграли встречу со счетом 5-2. Заброшенными шайбами в составе проигравших отметились Мельников и Дмитриев. Пока это все новости спорта. До встречи. Оптика «Делор» становится еще ближе. В Оренбурге открылся очередной салон с широчайшим выбором оправ и аксессуаров. И все это в торговом комплексе «Гулливер». Удобное место расположения и, как всегда, внимательное обслуживание. В новом салоне оптики «Делор» работает кабинет офтальмолога. А это значит, что можно подобрать линзы даже без рецепта. Причем совершенно бесплатно. Опытный специалист при помощи современного оборудования даст все необходимые рекомендации. Среди огромного выбора оправ вы отыщите подходящий для вас вариант. Также просто подобрать контактные линзы, спортивные и солнцезащитные очки. И не забудьте про аксессуары и средства ухода. Здесь позаботились обо всем. Теперь салон оптики «Делор» и в «Гулливере». Приходите. Ждем вас. Адрес нового салона оптики «Делор». Улица Новая, 4. Торгово-развлекательный центр «Гулливер». Первый этаж. Все для самых маленьких и в одном месте. В Оренбурге открылся магазин «Ноль плюс». Настоящий супермаркет товаров для новорожденных. Кроватки и детская мебель. Огромный выбор колясок от прогулочных до утепленных. Для активных семей надежное автокресло. И, конечно, игрушки. Мягкие, развивающие, популярные велосипеды и стильные электромобили. Ну и как же без детского трикотажа и постельных принадлежностей? Здесь же можно купить все необходимое на выписку и Кристины вашего малыша. От такого разнообразия в восторге не только молодые мамы, но и будущие папы. Присмотрели колясочку, конечно. Цена хорошая и красивая. Ну, нравится, устраивает все. Мне кажется, что мы здесь будем закупаться. В супермаркете «Ноль плюс» есть интересные предложения для предпринимателей. Так, на все игрушки здесь оптовые цены. Также удобно совершать и крупные покупки. Потому как их можно оформить в кредит на месте. И больше не надо думать, что взять в первую очередь, а на что придется подкопить. За всем необходимым для вашего малыша только в супермаркет «Ноль плюс». Запоминайте адрес. Проспект Дзержинского, 4, торговый комплекс «Мегаторг». Высший уровень автопродаж. Оренбургу презентовали новый автосалон «Легион Авто». Теперь почитатели популярнейших марок «Опели» и «Шевроле» получат еще больше качества и сервиса. Любимые модели немецкого автопрома и подарок для гостей – красотка от «Шевроле» яркая Камара. Здесь знают, что хочет покупатель. Мы комплектуем нашу модельную линейку. Процесс практически завершен. Мы в прошлом году запустили огромное количество брендов. В этом году мы продолжим. И на рынок выйдут еще новые бренды. И основная причина для того, чтобы клиенты пришли сюда, потому что у нас в шоуруме можно найти любой автомобиль на любого клиента. Кроме того, этот автосалон построен по последним требованиям компании «Дженерал Моторс». Автомобиль, купленный здесь, может рассчитывать на лучший сервис. Для этого в салоне предусмотрели современное оборудование для гарантийного и после гарантийного обслуживания автомобилей. Мы привыкли к лучшему, стараемся стремиться к лучшему. Поэтому наша основная задача – это уделять максимум внимания нашим клиентам и работать для них. Так что за лидерами автопродаж в России «Опеле Шевроле» прямая дорога в «Легион Авто», который удобно расположился на выезде из города на Беляевском шоссе. Сейчас важная информация от городских электрических сетей. 19 февраля в течение дня в областном центре и Оренбургском районе в некоторых жилых домах не будет электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами. Уточнить адресы отключения можно на сайте компании в интернете или же по телефону 56-83-38, либо 98-48-48. Такое наше время сегодня. Завтра в студии Ирина Шмидт, а еще больше новостей на портале 56rb.ru. Вам удачи и счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!